Выходные в Мурманске выдались морозными и ветренными, но уже после обеда в воскресенье природа мурманчан порадовала. Ураганный ветер стих, а с неба улыбнулось долгожданное северное солнце. Поприветствовали светило горожане традиционным праздником «Здравствуй, солнце!». Песни, танцы и веселые конкурсы. Солнце мурманчане встречают с размахом. За длинную полярную ночь по лучикам холодного северного светила горожане истысковались. Как пережить 40 дней мрака наиболее комфортно? У каждой семьи свой рецепт. Одни пьют чай с лимоном и спасаются хорошим настроением. Другие пытаются уехать из города туда, где солнце есть круглый год. У нас есть еще в Кандалакше бабушка с дедушкой, поэтому когда не было солнца в декабре, мы были, детей отправляли в Кандалакшу туда. Они там солнышко встречали, там оно было. Сегодня, несмотря на прохладную погоду, лица, пришедших на праздник, цветут улыбками. «Здравствуй, солнце!» – праздник действительно народный. На сцене, установленной в детском городке «Сказка», выступают народные коллективы. А на площади ведущие посетители согреваются хороводами. Каждый радуется, когда уже световой день увеличивается. Приятно пройти по такой световому дню, порадоваться, что иногда и погода радует, что бывает у нас и снег, и ветер, а бывает, просто можно походить, порадоваться этой погоде. Соответственно, у нас и молодежные коллективы, это у нас, например, Ленинская ДК, у нас сейчас на территории «Сказки» выступает. Будут творческие коллективы разные, да, кроме еще ДК Ленинского, будут еще другие коллективы выступать. «Здравствуй, солнце!» – мероприятие в Мурманске традиционное. Приходят на него с семьями и с маленькими детьми. Главное – тепло одеться. Тогда и замерзнуть не получится. И у меня у самой маленькие детки были, мы всегда ходили на эти мероприятия. Конечно, это интересно и для детей это полезно, и взрослым тоже все-таки не та рутина, которую каждый день они испытывают. Это все-таки какие-то разнообразия, тем более для них это все организовано. И тут и пироги, и чай, и праздник, и песни, и пляски. Да, замечательно, что можно сказать. Потихонечку приходят с детьми, приходят пожилые и, в общем-то, и молодые люди. Но солнце, оно, да, дает нам определенный заряд. Это традиции, традицию надо поддерживать. И, наверное, не придет сюда только тот, кто, наверное, полярную ночь хорошо переносит. А тот, кто по-настоящему чувствует полярную ночь, или хотя бы тот всегда будет рад солнцу, радоваться его приходу. И я думаю, что сегодняшний день он должен точно нам сказать всем, что, ребята, жизнь продолжается, и жизнь замечательна. Во время праздника выступали не только творческие коллективы. Поучаствовали и сотрудники УФСИН. Кинологи вместе со служебными собаками продемонстрировали прохождение полосы препятствий.